Надежда Лукьянченко, медицинская сестра инфекционного отделения, сейчас демонстрирует новую медицинскую мебель, которая поступила в стационар благодаря поддержке благотворительного фонда «Синара». Есть пациенты, которые требуют внимания в палате, и непосредственно медсестра вместе со своими шприцами, медикаментами может подъехать, подойти вместе с оборудованием, и все у нее будет под рукой. Кроме маневренности, у манипуляционного столика есть еще одно достоинство – функциональность, чего не было ранее. Все медикаменты закрыты в специальном выдвижном шкафчике. Всего в детское отделение стационара номер 3 от благотворительного фонда «Синара» поступило 6 таких столов и 4 манипуляционных кушетки. Кушетки у нас для пациентов, процедурный кабинет, где они будут, так скажем, находиться, если стало плохо, процедуры какие-то необходимо выполнять, а эти манипуляционные столики также для процедурного кабинета. Приобретение современной медицинской мебели в стационар детского отделения стало возможно благодаря поддержке северских металлургов, которые поддержали проект «Детская больница без боли». Мы благодарны фонду «Синара», что он есть и что он нас не забывает. Мы всегда рады любой помощи. Всегда что-то нужно, всегда что-то ломается. Закупить сразу не представляется возможно. Мы, конечно, очень рады, что есть такие фонды, особенно фонд «Синара», который нам помогает. И в частности, буквально на днях мы получили очередную благотворительность – это кушетки медицинские, специальные манипуляционные столы. Проект благотворительного фонда «Синара» «Детская больница без боли» стартовал в 2019 году. Его целью было способствовать широкому распространению самых современных, малоинвазивных технологий в лечении детей. Другим важным направлением проекта было создание комфортных условий пребывания ребенка в детской больнице. Наша, так сказать, посильная помощь, которую мы можем оказать, надеюсь, им будет полезна. Она им необходима, потому что финансовая составляющая данных государственных учреждений не так уж и высока. И поэтому стараемся по мере возможности, благодаря фонду «Синара», благодаря их проектам, реализовывать такие нужные и необходимые инициативы. Потому что дети – это наше будущее, и хочется, чтобы они уже с самого начала получали все самое лучшее. А это Полина и Ваня. Сейчас они аккуратно заправляют свои кроватки новым постельным бельем. Сегодня они главные помощники младшего воспитателя Екатерины Файрузовой. Яркие расцветки и детские сказочные герои заметно оживили интерьер детских спален и доставляют ребятам массу положительных эмоций. Мне снятся мишки, еще бабочки и пчелки. Мягкое постельное белье? Мягкое. Да, я в саду, снятся такие сны. Яркие, да, и веселые? Да. Благотворители и металлурги помогают Полевскому в разных сферах. Еще один проект фонда «Синара», который поддержал Северский трубный завод – «Росточек». Это социальная программа поддержки дошкольных учреждений. Сегодня в ее рамках шесть сельских детских садов Полевского закуплено и передано 200 комплектов постельного белья. 50 из них привезли малышам в село Косойброд. Безусловно, такие подарки получать не просто приятно. Мы имеем возможность заменить комплекты белья, которые выцвели, имеют уже не очень хороший вид. Такая помощь снижает нагрузку на бюджет дошкольной организации. Сегодня в трехгрупповых ячейках воспитывается 54 дошкольника, которые, несомненно, порадуются яркими, красочными простынками и наволочками. Каждый набор включает в себя пододеяльник, наволочку и простынь. Изделия выполнены из натуральных тканей. Качественное постельное белье в детских садах – это залог здоровья и хорошего самочувствия малышей, а значит и их родителей. Проект «Росточек» существует с 2008 года. В разные годы для детских садов города закупались водонагреватели, физкультурное оборудование, снегоуборочные машины и многое другое. Ксения Малденкова, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.